Всем привет! Сегодня у меня видео о процессах за месяц июль. Да, я немножко припозднилась, уже 7 число. Некоторые девочки меня потеряли, спрашивали, интересовались, где я, что со мной. Действительно, у меня так сложились обстоятельства, что сейчас очень-очень много работы, к тому же я заболела. И совершенно не могла снимать видео, то есть после работы приходила уставшая, к тому же больная. И сил на видео не было, да и к тому же, наверное, даже сейчас по голосу слышно, что я еще не до конца выздоровела. Поэтому сегодня видео вот в таком нестандартном формате, я не покажусь в кадре сегодня, думаю, что вы меня простите. Но хочу все же рассказать о тех работах, которые у меня вышивались в июле месяце. Их не так много в этот раз, то есть по моим меркам такой очень-очень мало вышивальный у меня был июль. Ну и такое жалобное у меня сегодня видео. Да, у меня июль для меня был достаточно тяжелым месяцем, тяжелым в эмоциональном плане, очень таким переживательным, не то чтобы все плохо, просто переживаний было много. Поэтому вот так вот как-то все одно на другое наложилось. Сначала переживания, стрессы, потом работа и заболела, вот как-то все разом. Ну я надеюсь, что скоро все разрулится, наладится и вернусь я к своему обычному формату, обычному режиму съемки видео, будут почаще видео выходить и буду побольше вышивать, наверное. Ну все, в общем, пожаловалась. Давайте теперь перейдем, собственно, к вышивке. И вы уже сейчас видите работу, работа единственная, которая у меня завершена именно в месяце июля, это стрелка Васильевского острова от фирмы Ловин. На начало июля она у меня была начата, примерно, мне кажется, около четвертой части, наверное, было вышито. То есть был вышит вот здесь вот какой-то такой небольшой кусочек, без бэка он был, ну и такой не до конца вышитый, скажем так. Поэтому большая часть вышивки, большая часть работы пришлась на июль месяц. И, в общем-то, наверное, это как раз та вышивка, которой я и уделила, наверное, максимум времени в этом месяце, и поэтому ее и завершила. Мне хотелось ее закончить, хотелось увидеть, как она будет смотреться в итоге, потому что в процессе вышивки она смотрелась достаточно странно. Здесь вот такие совершенно непонятные пятна, которые без бэкстича вообще были непонятны. И только вот после прорисовки бэка картинка приобрела свой такой завершенный вид. То есть вот в итоге что у меня получилось. Результат мне по итогу нравится. Я еще не делала видео о готовой работе, и, как и обещала, я сделаю видео сразу о двух готовых работах из этой серии. То есть это будет Дворцовый мост и вот Стрелка Васильевского острова. Обе работы готовы, и я думаю, что в ближайшее время я это видео сниму, сделаю. Там я подробненько расскажу о своих впечатлениях, но здесь вам могу показать готовую работу. Сейчас покажу вам поближе. Вот так сделаю на листочке. Очень яркая работа. Даже, наверное, ярче в каком-то смысле, чем Дворцовый мост. Но потом вот мы сравним с вами, посмотрим, как же они будут смотреться вместе. Любопытно, что здесь меньшее количество цветов используется. Но вот по итогу, мне кажется, она смотрится даже ярче, чем Дворцовый мост. Очень много здесь одиночных крестиков. Вы видите, что они так разбросаны хаотично. То есть их, конечно, вышивать было не очень здорово. Но, в принципе, ничего нормально справилось. Здесь я также в этой работе заменила основу на Леон Белфаст. Так же, как и в работе Дворцовый мост, цвет белый стол. И я очень тоже рада этой замене. Мне кажется, так работа смотрится гораздо лучше. Это единственная работа, которая у меня завершилась в месяце июля. Но надо отметить все-таки, что на начало месяца было вышито не так уж много в ней. И поэтому большая часть работы пришлась, конечно, на июль. Переходим к следующему моему процессу. Это Scarlett Ribbons от фирмы Long Dog Samplers. Вы помните, наверное, что я начала ее в прошлом месяце. И планировала вышивать где-то примерно по одному листу схемы в месяц. Здесь 12 листов схемы. То есть примерно так с расчетом, что буду вышивать ее где-то год, я и решила вот так вот распределить примерно вышивку. Я не утверждаю, что я буду придерживаться четко этого графика. Но так приблизительно может быть. И в этом месяце у меня как раз получилось вышить именно лист. То есть один лист схемы заканчивается где-то вот так. Это первый лист схемы. И вот то, что у меня вышилось на втором листе схемы. Немножко я тут заползла на третий, но на втором чуть-чуть не довышивала. Ну, то есть я считаю, что как раз, в общем-то, второй лист вышила по объему, да, скажем так. Вышивается эта работа очень легко. Мне очень нравится ее вышивать. Вышиваю с удовольствием. И вот, пожалуй, в июле она у меня тоже шла, наверное, именно так достаточно легко. И я выполнила, да, скажем, то, что запланировала. Потому что именно процесс легкий. То есть в таком сложном эмоциональном состоянии мне не хочется вышивать какие-то трудные работы, где нужно очень сильно как-то напрягаться. И вот такие процессы, которые вроде бы мозг занят, потому что здесь постоянно нужно что-то считать, смотреть, отчитывать, не ошибиться. Но в то же время вышиваются они достаточно легко. Вот они как раз для таких моментов очень хорошо подходят. И вот, собственно, мне удалось как раз выполнить то, что было у меня запланировано. Я довольна по-прежнему. Мне очень нравится основа, которую я выбрала. Напомню, что это Лейнен 35-й каунт. Очень хорошо на нем, как мне кажется, ложатся ниточки. Вот вышиваю я нитками гаммы. И, в общем-то, очень довольна и цветом, и самими нитками. Единственное, что я по-прежнему переживаю, хватит ли мне этих ниток. И вышиваю, ну, просто сшиваю ниточку до минимального-минимального хвостика, насколько могу. Тоже покажу вам немножко поближе эти элементы. У меня получается вот здесь у меня уже центр. Да. Вот как раз по середине вот этого растения, да, скажем, идет как раз центр проходит, центр работы. Так что я добралась до серединки и вот уже немножко заползла на вторую половину. И здесь нижняя часть, она будет у меня симметрично отражаться. Но только вот именно вот эти нижние элементы. Больше повторений дальше не будет. На втором листе схемы были в основном какие-то такие вот растительные элементы. Вот этот такой достаточно большой элемент. Здесь тоже. Но, тем не менее, есть вот какая-то маленькая птичка. Здесь птичка побольше. Я как-то сначала воспринимала вот этот элемент как единое целое. Потом поняла, что это все-таки буковка J. А на ней сидит вот такая вот птичка с большим хвостом. То есть это вот так оказалось. Так, что у меня тут еще есть? Бабочка у меня тут есть такая маленькая. Здесь надпись еще не закончена. Она продолжится. И вот здесь солнышко такое. Или элемент какого-то цветка. Мне хотелось его полностью закончить. Поэтому тоже я зашла уже на следующий лист в эту сторону. Но сейчас, наверное, все-таки полностью, чтобы дошить лист схемы, буду вышивать вот здесь вот верхний элемент. Он просто не полностью помещается на именно этот лист схемы. Поэтому тоже, может быть, тут расползусь в разные стороны. А потом уже продолжу вышивать внизу. Так что вот тоже неплохо у меня продвинулся этот цемплер. Но вот другим работам повезло поменьше. И чему же повезло меньше? Меньше повезло ночному городу. Хотя, в общем-то, тоже внимание я ему уделила. Здесь я прошу прощения за мятость работы. Потому что работа большая. Я переставила раму. Следовательно, подвернула весь край. Он у меня был зажат канцелярскими зажимами. И сейчас он, соответственно, весь мятый. Потому что я развернула, чтобы показать вам то, что у меня вышито. И на данный момент у меня вышито вот сколько. В прошлом месяце у меня работа была где-то на вот таком вот этапе. Причем у меня не был вышит бэкстич на всей работе. На всей вышивке. В этот раз у меня появился еще один небольшой небоскреб. Дальше здесь идет уже совсем все на убыль. Вот здесь у меня вышит уже вот этот маленький элементик. Ну и здесь уже так все совсем сходит на нет. То есть, думаю, достаточно быстро это должно вышиться. Но почему-то сейчас вообще не могу браться за эту работу. Наверное, потому что все-таки усталость сказывается. Здесь нужно внимание. И такой какой-то определенный настрой. Поэтому я не уверена, что у меня эта работа будет вышиваться, например, в августе. Может быть, я к ней вернусь в сентябре. Посмотрим, конечно. Но вот есть у меня такое подозрение. Хотя, конечно, здесь уже не так все сложно. То, что осталось. И к тому же я неимоверно горжусь тем, что я сделала бэкстич на вот всей вот этой части работы, которая центральная. В инстаграме я эту фотографию выкладывала, когда сделала. Потому что, ну, прямо я была очень рада. Как оказалось, здесь огромное количество бэкстича. Просто огромное. Здесь очень много цветов. Его используется. И в каждом небоскребе используется свой цвет. Ну, соответствующий цвету небоскреба, соответственно. И также очень много бэкстича. Нашивается светящимися нитками. Вот в таком формате он смотрится просто как белый. Причем здесь есть бэкстич и просто обычными белыми нитками, и светящимися. И вот сейчас вы их не отличите. Если же мы выключим свет, тогда уже, конечно, светящиеся ниточки будут видны. Ну, только они и будут видны, в общем-то. Сейчас я этот эксперимент проводить не буду. Я уже досмотрела, ниточки светятся. Ну, вот я думаю, что когда завершу полностью работу, тогда я вам покажу, как она выглядит. Я надеюсь, что у меня получится это снять. Хотя, наверное, будет достаточно проблематично. Но попробую, попробую вам заснять, как это будет выглядеть и в ночном режиме. Да, в общем, бэка здесь очень много, поэтому я вышивала его не один вечер. То есть достаточно много я ему внимания уделила. Но все-таки рада, что практически весь он готов. Практически, потому что еще будет немного внизу. Но там уже все-таки значительно, просто неимоверно меньше. Поэтому самое главное, самое сложное я сделала. Вышивался он у меня действительно тяжело. Несмотря на то, что здесь бэкстич практически везде горизонтальный и вертикальный. То есть, казалось бы, должен вшиваться легко. Но мне очень не понравилась схема для бэкстича. Лично для меня она такая неудобная. Когда уже буду тоже снимать подробное видео об этой работе, когда я завершу, покажу вам там еще раз схему. И расскажу, что мне понравилось, что не понравилось. Но в целом работа, конечно, она все-таки хороша. Тут уж ничего не скажешь. Хотела показать вам поближе, но не знаю, как это будет поближе смотреться. Вот так. Хотелось мне в этом месяце, конечно, больше повышивать. Я думала, может быть, я закончу вот этот вот хвостик, так скажем, с одной стороны. Но мне это не удалось, к сожалению. Ну ладно, хотя бы так он у меня повышевался, продвинулся. И, в общем-то, буду радоваться пока тому, что есть. Ну вот не знаю, как у меня с ним сложатся отношения в августе. Очень я не уверена, что я к нему приступлю. Вернусь в августе. Может быть, только в сентябре. Работа, которую вы не видели очень давно, которую я в этом году не вышивала. Я к ней не притрагивалась более полугода. Но в прошлом месяце я вам обещала, что я ее обязательно повышиваю. Я ее повышивала, правда, немного. Хотелось бы, конечно, больше. Но я думаю, что вы понимаете, что вышивки по картинам Леонида Афремова, они достаточно непросты в исполнении. И здесь не получается, наверное, вышить прям уж так быстро все. Что же у меня вышилось? Вот что у меня вышло на данный момент. Когда я приступила в этом месяце к вышивке, ну вот как у меня здесь вот так вот идет, да, вышивка, то и здесь было примерно так же вышито. То есть это нижние такие неполные два листа вышиты. И вот то, что выше этого уровня с этой стороны, это я вышила в этом месяце. Конечно, это совершенно немного. Можно, кстати, по схеме тоже видеть, да, это вот как раз начался у меня следующий лист. Вот лист следующей схемы лежит. И я вот, то, что закрашено, то я и вышила в этом месяце. Ну, может быть, частично, когда я заканчивала нижний лист, я тоже заползала, скажем так, на этот. Но все-таки большая часть того, что закрашено, вышито в этом месяце. Но это совершенно немного на самом деле. Мне, конечно, хотелось бы больше, но хотя бы так. Я хотя бы что-то повышивала, и, в принципе, идет работа, как мне кажется, хорошо. Я буквально, наверное, вечера три, по-моему, три занималась этой вышивкой, но совсем понемногу. Вот, правда, не было времени, чтобы глобально повышивать. И сейчас получается, что я вышиваю ствол вот этого дерева. То есть, как обычно, самый темный угол у меня вначале вышивается. И дальше здесь уже будет вот и девушка под зонтиком, ну и, собственно, здания там пойдут. Как-то будет, я думаю, повеселее. Вышивать нравится, поэтому я продолжу. И думаю, что в августе я тоже повышиваю. Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось. Во-первых. Во-вторых, все-таки эта вышивка для меня проще, чем ночной город. То есть, здесь вышивать легче. Здесь у нас, по-моему, шестнадцатая аида, насколько я помню. Ну и самое главное, она белая. На белом вышивать легко. И даже несмотря на то, что здесь достаточно много намешано значков, мне в них ориентироваться удобно. Потому что у фирмы Золотое Руно мне нравятся схемы. То есть, схемы черно-белые, но у них очень отличаются значки друг от друга. То есть, в них как-то легко ориентироваться. Я не помню, чтобы я у них сталкивалась с тем, что рядом расположены какие-то похожие значки. И вот путаница какая-то происходит. Ну вот у меня такого с ним не было. С фирмы Золотое Руно. Я, конечно, ее не так уж и много вышивала. Но, тем не менее, по моему опыту, значки в схемах подобраны хорошо. Я, в принципе, люблю черно-белые схемы. Потому что, как вы видите, я их закрашиваю. Для меня это удобно. Ну и, конечно же, все равно, когда схема черно-белая, но при этом еще похожие значки, это, конечно, усложняет работу. А вот у фирмы Золотое Руно с этим как-то проблем у меня ни разу не возникало. То есть, у них значки подобраны, на мой взгляд, хорошо. Поэтому, несмотря на свою загруженность в августе, я все-таки ее повышиваю. И в сентябре покажу вам какие-то продвижения по этой работе. Я в это верю пока. Ну и я все-таки начала один новый процесс, одну новую работу. И, возможно, если вы смотрите мои видео, вы знаете, какую. Дело в том, что в последней посылке из мира вышивки мне пришел вот такой вот рюкзак. Вот фирмы Верена. И я говорила, что я, по всей видимости, его начну вышивать. Что я и сделала. Да, я, конечно же, не удержалась. И начала вышивать. И вот сколько я вышила на данный момент. Мне кто-то писал, что вышили этот рюкзачок за 4 вечера. Честно говоря, я не представляю, как вы это сделали. Ну, у меня вообще вышивка бисером не получается быстро. Крестиком, как мне кажется, я вышиваю значительно быстрее. Поэтому, ну, не знаю, за 4 вечера я точно бы не вышила. Потому что мне кажется, что я вот это вот, то, что в данный момент вышито, вышивала как раз 4 вечера. Ну, может быть, 3. Ну, правда, честно говоря, вышивала понемногу. Ну, вот мало у меня сейчас времени, к сожалению, на вышивку. Ну, вот сколько было сил и времени, столько и повышивала. Мне нравится результат. Мне нравится то, что получается. Здесь используются вот в данном рисунке, вот в нижней части, да, 4 цвета. И они все уже у меня есть в работе. И вы посмотрите, какие шикарные переходы. То есть они настолько тонкие, они настолько изящные переходы, что я просто, честно говоря, в восторге. Покажу вам поближе. Конечно же, бисерная вышивка, она более ярко смотрится при таком искусственном освещении. И сейчас у меня тут, ну, у меня сейчас тут смешанное освещение, искусственное, дневное. Не знаю, как будет, насколько хорошо вам все видно. Но вот переходы просто изумительные. То есть идет от фиолетового к розовому. Дальше такой бледно-розовый и желтый. То есть вот 4 цвета бисера используются. Вышивается довольно легко, приятно, мне нравится. Так, ну, что вам рассказать о ней? Единственный такой момент, который сразу мне захотелось поменять, это то, что в набор к этому рюкзаку входили нитки для вышивки бисером белого цвета. Я, когда их достала, такая думаю, так, у меня это, собственно, рюкзак черного цвета. И как это все будет смотреться? Наверное, надо покупать черные нитки. Я попробовала начать вышивать белыми. Буквально несколько штучек бисера пришила. И поняла, что не стоит этого делать, действительно. Ну, потому что белые нитки на черном, они по-любому будут видны. Их не спрячешь так абсолютно, чтобы вообще ничего не было видно. Поэтому я купила черную нитку для вышивки бисером. И начала вышивать ей. Я очень рада, что я это сделала, потому что ее здесь не видно абсолютно. И получается, ну, мне кажется, очень здорово. Может быть, даже мне больше нравится то, что черная нитка, она немножко приглушает яркость бисера. Потому что мне бы не хотелось, чтобы это было, ну, как-то чрезмерно ярко. И поэтому мне кажется, что вот черная ниточка здесь очень и очень в тему. Вышиваю я иголкой неродной. Первоначально я взяла сразу другую иголку, просто потому что в наборе была такая длинная бисерная игла. А мне показалось, что в два прокола будет вышивать легче иголочкой покороче. И поэтому я взяла другую бисерную иголочку, повышивала ей сколько-то. Потом подумала, а что ж я, собственно, даже не попробовала вышивать родной иглой. И взяла родную иголочку, попыталась туда вставить нитку. А ниточка у меня для вышивки бисером, она так пушится немножко с конца. И я решила воспользоваться нитевдевателем. И когда я протягивала нитку сквозь иголку нитевдевателем, то есть там такое маленькое, очень маленькое ушко, что нитевдеватель у меня не проходил. То есть вместе с ниткой не проходил через это ушко. И в итоге у меня погнулась иголка. Мне кажется, что обычно в таких ситуациях не выдерживает первым нитевдеватель и ломается. Но вот в данном случае у меня погнулась иголка. Поэтому я ее выбросила и, собственно, вот родной иголкой даже не попробовала. Не получилось у меня попробовать вышивать, не знаю. После этого я взяла, думаю, попробую другую какую-нибудь длинную иголочку взять и ей повышивать. Ну, бисерную, да, соответственно. Но буквально через, я, по-моему, даже одну нитку не вышила ей. Она у меня сломалась. Причем сломалась не тогда, когда я протягивала через рюкзак. Она у меня просто сломалась в руках. Я поражена. У меня никогда в жизни не ломались и не гнулись иглы. Нет, бывало, что гнулись иглы, они так вот, как бы таким в виде серпа, да, так немножко изгибались. Но чтобы вот так вот просто согнулось ушко у иглы, у меня такого никогда не было. И чтобы у меня в руках сломалась иголка, у меня тоже такого никогда не было. Но вот получается, что при вышивке этого рюкзака, причем не в самом процессе вышивки, а как-то вообще независимо от этого процесса, но вот так вот у меня пострадали две иголки. И я вернулась к той маленькой короткой бисерной иголочке, которую я, в общем-то, и начала вышивать изначально. Ей я и продолжаю вышивать. И еще такой момент, что я здесь пользуюсь грейфером, потому что все-таки, если именно пальцами протягивать иголочку, ну, пальцы достаточно быстро устают. Вот это вот маленькое круглое приспособление для того, чтобы зажимать иголочку, очень помогает в этом случае. И я активно им пользуюсь, прямо вот первый раз, наверное, так активно я им пользуюсь при вышивке. Ну и вот, что у меня получилось. Я рассчитываю в этом месяце довышивать, может быть, ну, или почти довышивать. То есть, в общем-то, мне хотелось бы осенью, наверное, походить с этим рюкзачком, поэтому хотелось, конечно, завершить все-таки, ну, вот, в ближайшее какое-то время, ну, месяц, да, скажем, примерно так. Вот, в общем-то, и все мои работы, и все мои вышивки в этом месяце. Как по мне, результат у меня очень и очень скромный. Да, у меня завершилась одна работа, и неплохо продвинулась еще одна, это сэмплер. Все остальные, они, ну, так, ночной город еще там более-менее как-то. Осенний вечер совсем немножко, рюкзачок тоже немножко. Вот, в общем-то, и все получается. У меня пять процессов было в работе в июле месяце, и только, ну, два продвинулись из них хорошо. Вот такой вот грустно-вышивальный июль у меня получился. Надеюсь, что август у меня будет в плане вышивки все-таки более продуктивным. Поэтому, несмотря на то, что работы у меня в августе будет очень много, но я надеюсь, что у меня сейчас все стрессы закончатся, я выздоровлю, и у меня сил будет побольше. Поэтому я повышиваю поинтенсивнее, скажем, наверное, так. Не знаю, буду ли я начинать что-то новое в августе месяце, потому что, во-первых, уже неделя августа прошла, в общем-то. Во-вторых, времени у меня на вышивку, как я уже сказала, будет не очень много, поэтому не знаю. Если будет настроение, я начну, потому что, ну, вот, бывает, что в такие моменты, наоборот, хочется как раз что-то начать, как-то себя развлечь, что ли. Но, конечно же, я буду стараться максимально вышить вот этот рюкзачок. Я хочу повышивать все-таки еще осенний вечер. Ну, так, по планам, да, если смотреть, то мне еще один лист в сэмплере должен появиться. Ну, вот, насчет ночного города я сильно сомневаюсь. И, может быть, начну что-то новое. Если начну, то, скорее всего, что-то небольшое. Также я еще в июле, правда, занималась такой работой, как алмазная техника плюс раскраска. Не буду вам сегодня ее показывать, потому что там мне совсем немножечко осталось. И вот, когда завершу, тогда и сделаю видео со всеми впечатлениями об этой работе. В принципе, получается достаточно интересно. Я думаю, что если для вас алмазная техника или раскраски представляют какой-то интерес, то имеет смысл посмотреть это видео с моими впечатлениями об этой работе. Ну, вот, пожалуй, и все. Надеюсь, я не очень вас расстроила своими итогами за июль. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду от вас, конечно же, комментариев. Мне всегда это очень-очень приятно и интересно. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!